Партнерство с московским Трансгазом для Рязанской области сегодня ключевое, как и для всех регионов, кто решился на экономический рывок. Уже увеличены объемы закачки в Касимовское и Увязовское подземные хранилища газа до 183 миллионов кубометров в сутки. Инвестиции на 11 миллиардов. И это сегодня гарантия спокойствия не только за область, но и за весь московский промышленный узел. Еще один архиважный для региона проект – реконструкция ГРС Михайлов-2. Его завершили в прошлом году и теперь за цементную кампанию. Тоже можно быть спокойным. Город Михайлов и Михайлов-Цемент могут развиваться. Там есть запас газа, который нужен для инвесторов, нужен для населения. Поэтому тоже ГРС российского производства, новейшее оборудование, пусконалочная работа закончена. Поэтому тоже вопросов по данному объекту у нас нет. Газпром Трансгаз Москва – социально ответственная компания. С этого начал свою речь Николай Любимов. Новые рабочие места с достойной зарплатой на строительных объектах компании – это то, что региону сегодня необходимо. Поэтому дружескую просьбу Александра Бабакова стартовать с новым проектом именно в Рязани губернатор воспринял с воодушевлением. Речь идет о выездных бригадах врачей Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Как раз вот очень своевременно это будет, потому что мы очень много внимания для развития, оказания высокотехнологичной медицинской помощи нашим жителям здесь, на территории Рязанской области, чтобы не нужно было их по возможности куда-то возить. Московские центры, другие федеральные центры. У нас в этом отношении очень неплохо все развивается. И надеюсь, вот этот проект даст дальнейший стимул для такой работы. Кстати, Рязань для своих пилотных проектов газовики выбирают не в первый раз. Еще один – строительство газоизмерительной станции на ультразвуке. Первой и пока единственной в стране. Максим Васильев, телекомпания «Город».